Зайцы бывают, кстати. Вот каждый год, раза два, наверное, вижу такого прям серого крупного зайца. Удается сфотографировать? Нет. Но удача чаще всего на его стороне. Фотографии Евгений заболел в 2013-м. Сначала в объективе была природа Алтая, потом захотелось большего. И вот уже поездки в Африку, Бразилию, Гренландию, Исландию. На фото животный мир планеты, многообразный, яркий. Недавно вернулся из российской Арктики. Впечатлило. Правда, не все впечатления оказались положительными. Мы на одном из острова Преображения увидели такую картину, где была мертвая семья белых медведей. Мы вывод сделали, что это отравление. Отравление как раз мамочка отравилась, ребятишки лежали, соответственно, до какого-то времени они кормились. Причиной смерти, по словам Евгения, скорее всего, стали продукты бытовой и промышленной деятельности человека, который они оставили на брошенной метеостанции. И это не единственная печальная история. В экспедиции они наблюдали сотни погибших маленьких линят. Очень много говорят о потеплении, о экологии. То есть это такая очень большая мировая глобальная проблема. Я вот у себя в Инстаграме осветил эту тему, но я понимаю, что там мои 5 тысяч подписчиков, они вряд ли могут что-то изменить. А кто может изменить? Да ну, каждый помаленьку, как минимум, не мешать. И не чтобы человек по возможности не на территорию, так скажем, там, где есть дикая природа и животные, не вмешивался. Вот это, наверное, самое главное. И все-таки положительные эмоции от экспедиции преобладают. Ведь снимать животный мир, даже если ради одного кадра приходится сидеть и ждать часами, исключительно в удовольствие. Есть даже свои фавориты в мире фауны. Если бы вы спросили, кто бы я, как животное, допустим, или как птица, то вот у меня два животных спорят. Это ягуар и леопард. Мне интересно было снимать и того, и того. Специально для ягуара мы ездили в Бразилию, в Пантанал, снимали с воды, где как раз дикие места его обитания. И там, конечно, его грация, мощь меня покорила. Говорить с Евгением можно часами, как и смотреть на плоды его экспедиции. Разумеется, для него важно мнение экспертов-фотографов, поэтому часто посылает свои работы на международные конкурсы. Но это не самоцель. Он получает удовольствие от своих поездок и теперь мечтает побывать в Антарктиде, изучить и поснимать ее животный мир. Ну а сегодняшняя наша прогулка по лесу тоже была продуктивной. Зайцев не встретили, но кое-кто попал в объектив. И это тоже удача. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.